здравствуйте многие уже высадили помидоры в открытый грунт кто-то еще досаживает и помидорам вот сейчас довольно таки не просто потому что в этом году лет у нас наверное самый оригинальный из всех которые еще которые были а помидоры южане и они привыкли вот у них генетически заложены жить в жарном климате и часто можно видеть что после посадки помидоры синеют они вдруг из зелененьких становятся какими-то сизами с фиолетовым оттенком это может произойти из-за того что особенности сорта ну вот такой сорт у которых а стебелек и лист имеет такой сизоватый оттенок раньше вот был сорт он назывался голубая ель так помидоры вообще были с такими голубоватыми листьями и стволом ну а вторая причина из-за чего осенеют помидоры это нехватка фосфора дело в том что при температуре ниже 15 градусов помидоры а теряют способность усваивать фосфор и вот в эту холодную погоду даже если вы не прекрасно удобрили землю и в посадочную ямку насыпали всего при большом наличии фосфора в земле помидор его просто не усваивает а если такое будет продолжаться и когда наступит нормальная теплая погода нормальный для помидоров погода они продолжают синить то возможно это просто нехватка фосфора в почве что делать ну вот сейчас без укоровного материала не обойтись и лучше всего если есть возможность днем открывать на ночь закрывать потому что ночь еще холодный нет вот такой возможности не часто приезжаете на участок закройте и не открывайте до тех пор пока температуру ночью не станет градусов 14 15 вот тогда уже можно будет укрывать но в крайнем случае если минует угроза весенних заморозков а возвратные холода возможно до 10 июня если вы ничем не удобряли просто посадили в землю помидоры и они у вас начали синить тогда им нужна подкормка любым помидорам нужно огромное количество питательных веществ за сезон они выбирают очень много питательных веществ площадь питания у них большая но зачастую мы сажаем их чаще а схем посадки помидор это 4 помидоры 4 кустика на квадратный метр не все могут иметь такие участки и сажаемый чаще поэтому кормить их надо еще больше 1 подкормка помидор это азот и я подкармливаю через две недели после высадки за две недели помидор укореняется у него начинает работать корневая система здесь уже можно подкармливать я подкармливаю удобрением которое дело из одуванчиков вот это вот разложившаяся масса одуванчиков которая была залита холодной водой туда был добавлен байкал вот она то является очень таким хорошим подспорьем в начале роста помидор а когда появятся бутоны первой кисти вот здесь мы будем подкармливать комплексным водорастворимым удобрением подсыпать сейчас под помидоры удобрения уже бесполезно они начнут работать в июле так когда нам уже удобрение будут не нужны вот главное сейчас накормить нашу рассаду так чтобы она халла хороший урожай смотрим на состав удобрения и смотрим чтобы там было минимальное количество азота я имею пойду по вторую подкормку и чтобы там было много фосфора и калия фосфор нам даст и хороший завязывались плода фосфор нам даст хорошую корневую систему калий нам даст хорошее качество плода если вот у вас сейчас еще раз вернусь к этим синим помидором они продолжают ценеть подкормить их также водорастворимым удобрением где много фосфора и калия минимальное количество азота и смотрите что будет дальше но еще раз повторюсь если вот среди зеленых помидор один-два-там-три синих то скорее всего это особенности сорта кормите помидоры правильно смотрите наши ролики и мы вместе с вами попробуем вырастить хороший вкусный главное полезный урожай без излишек химии